Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Коротко об основных темах выпуска. Масштабный ремонт фасадов развернулся в Самаре, в том числе и на средства частных инвесторов. Что ими движет, смотрите в нашем сюжете. Читальный зал на газоне. Юношеская библиотека предлагает читателям приобщиться к литературе на улице. Вопросы на засыпку выдержали с честью. В Волжском артеке прошла игра «Что, где, когда». Масштабный ремонт фасадов домов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году развернулся в Самаре. Ремонт и реставрация объектов культурного наследия в исторической части города идет за счет средств бюджета всех уровней по государственной и муниципальной программам. В стороне не остаются и частные инвесторы. Реставрировать фасады здания они начали еще в прошлом году. По инициативе главы Самары Олега Фурсова такая работа в городе проводится впервые. Почему частные компании не жалеют денег и активно включились в проект, знает Марина Кравцова. Двухэтажный неброский серый, но аккуратный. Совсем недавно этот столетний дом на улице Полевой имел не столь привлекательный вид. Дом жилой и крепкий, но фасад от времени сильно помрачнел. Отремонтировали его инвесторы. Сначала строители обработали древесину, затем покрасили в несколько слоев. Без лишнего творчества сохранили исторический облик. Мы его сделали согласно проекту, чтобы и цвет соответствовал окружающей среде, которая здесь есть. Считаем, что наш город должен быть красивый, чтобы людям здесь жилось хорошо, удобно, вольготно. Рядом буквально кукольный одноэтажный домик. Белая кружева резьбы на синем фоне. Его тоже восстановили частные инвесторы. В историческом центре города дома активно приводят в порядок бизнесмены. Объекты выбирают по предложению районных администраций городских властей. Мотивация у компаний проста. Хотят сделать родной город еще более привлекательным. Такая работа есть. У нас задача поставлена. Продолжается. Но мы бы хотели, чтобы более колобально строители принимали участие в этом. Потому что это приводит порядок в целом наш город. Прибавляет привлекательности. Перед началом ремонта все работы согласовывают с жителями домов. Инвесторы ремонтируют не только дома в исторической части Самары, но и на въездах. Не только фасады домов создают внешний облик города. Немаловажную роль играют детали. Но и тут инвесторы не остались в стороне. Одна из компаний предложила за собственный счет отремонтировать вот такие неприглядные заборы. Пока только разрабатывают проект. Но в скором времени улицы Самары должны приобрести совершенно иной вид. В прошлом году инвесторы привели в порядок фасады семи домов. В этом цифра больше. Около 56 компаний изъявили желание поучаствовать в восстановлении внешнего облика зданий. Люди, как правило, с большим удовольствием идут на это. Говоря о том, что город дал им все. И они готовы вложить этот день. Всего же к 2018 году в Самаре планируют отремонтировать почти 300 объектов культурного наследия. За счет бюджетов разных уровней. Это не считает тех домов, которые преобразятся за счет частных капиталов. Марина Кравцова, Станислав Ливин. События. Оформить недвижимость будет проще и удобнее. С 1 января 2017 года в силу вступает федеральный закон, который предусматривает создание единого государственного реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы. Что это дает собственникам, а сложным, простым языком, расскажет Андрей Горгуленко. В настоящее время кадастровый учет и регистрация прав – это две разные процедуры. И пока они обе необходимы, если вы собираетесь совершать операции с недвижимостью. Создание же единого реестра даст возможность одновременно подавать документы. А значит, бумажная волокита останется в прошлом. И собственники смогут сэкономить самое главное – время и нервы. Сегодня закон предусматривает для каждой из отдельных процедур по 10 рабочих дней, как максимальный срок. Новый закон говорит о том, что и новая практика говорит о том, что оба действия могут производить за 10 дней по совокупности. Новая процедура запустится уже с января 2017 года. Документы на регистрацию прав и кадастровый учет можно будет подавать в любом офисе, вне зависимости от того, где находится ваш объект. Услугу можно будет получить и в электронном виде. Все записи единого реестра недвижимости будут храниться в надежной электронной базе данных с высокой степенью безопасности. Это позволит сократить до минимума угрозу мошенничества. Самарские собственники уже привыкают к новым возможностям. В этом году больше половины обращений, полученных филиалом, поступило через интернет. В первое время будет в любом случае, наверное, что-то, какие-то неполадки, как обычно. Но я надеюсь, что в дальнейшем все-таки стабилизируется все это. Все-таки 21 век, мы говорим, прогрессом стоит на месте. Среди новшеств и повышенные требования к кадастровым инженерам. Теперь оценщик должен иметь спецобразование, опыт работы в этой сфере не менее двух лет, а также состоять в саморегулируемой организации. В перспективе это тоже должно повлиять на уровень защищенности прав собственников. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов, Константин Головин. События. Ширмы, надувные диваны, кресла, груши и книги. Почувствовать себя как дома можно прямо на улице. Самарская областная юношеская библиотека открыла читальный зал на газоне для всех желающих. Марьяна Мирна убедилась, чтение на свежем воздухе вдохновляет. Островок литературного счастья или читальный зал под открытым небом. Прямо на проспекте Ленина можно взять книгу и отдохнуть в тени деревьев. Как говорится, совместить приятное с полезным. Идею позаимствовали у французов. Там уже давно, на поляне возле Лувра, студенты читают и учатся, комфортно разместившись на таких надувных диванах. Областная юношеская библиотека – новатор в области популяризации чтения. Под пение птиц можно почитать о растениях, животных или просто полистать журнал. Спросом пользуется огромным, потому что это что-то новое. Плюс это очень удобно, плюс это так классно. Вот мы в центре города, тут машины ездят, трамваи гремят. А вот два шага делаешь и все. И ты уже там в лесу, у тебя ломзачок, книжечка, все хорошо, тебе никто не мешает. Ты читаешь, отдыхаешь, расслабляешься. Мне здесь нравится, потому что тут тенек, тут прохладно. И ты спокойно сидишь, читаешь, и никто тебе не мешает. Мне интересно читать. Она чтение уносит, уносит в свою фантазию. Ты фантазию свою развиваешь, когда читаешь. Интерес у публики живой и неподдельный. Пешеходная зона проспекта Ленина превращается в библиотеку пять раз в неделю. Во вторник, среду, четверг и субботу с 10 утра и до 6 вечера. В пятницу с 10 до 21.00. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Битва умов. В лагере Волжский Артек проходит третий фестиваль интеллектуальных игр. Турниры, нацеленные на развитие у детей эрудиции и памяти, проходят в рамках программы «Молодежь Самары». С умниками и умницами встретилась Алина Чемерес. Какой вулкан называют природным маяком? Зачем в древности индийцы разводили ядовитых змей? Почему не рычит снежный барс? Эти вопросы требуют от участников эрудиции и смекалки. Интеллектуальные игры, которые проходят с середины июля, значительно расширяют кругозор отдыхающих Волжского Артека. Как раньше называли, ну, в древности называли реку Волгу, там было очень много ответов. Один из них это был ответ Ра. Хотя я только знал, что Ра – это бог египетский. Я даже не знал, что так называли Волгу в свое время. Битвы умов в лагере проходят третий год подряд. Фестиваль интеллектуальных игр проводится в рамках программы «Молодежь Самары». За звание лучших бок о бок борются дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и их сверстники из благополучных семей. Брейнринг, что где когда, экологическая викторина, знаний у детей с каждым годом все больше. Много знаний ребята накапливают в школе. Иногда им не хватает мотивации, чтобы учиться здесь. Мы задаем новую мотивацию. Они вернутся после летнего отдыха, они будут знать, зачем им набирать новые знания. Потому что за игру они могут получить награду. Проявив свои знания, интеллектуальные способности, реализовав себя таким образом. По окончании турнира умников и умниц наградят медалями, кубками и памятными призами. Алина Чемери, Сергей Баскин, События. А теперь коротко о других темах дня. Распределение свободных мест в детских садах начнется 4 августа. Администрация Самары рекомендует родителям проверить данные в документах, которые были сданы для постановки в единую очередь. Это можно сделать на портале образовательных услуг. В случае неточности следует обратиться в МФЦ и внести изменения. Информация о свободных местах в дошкольных учреждениях есть на сайте городского департамента образования. Самарская полиция разыскивает подозреваемого в разбое. Мужчина, угрожая оружием, совершил нападение на микрофинансовую организацию на улице Гагарина. Приметы нападавшего на вид 30-35 лет, рост 1,75 м, среднего телосложения, короткие волосы темного цвета. Был одет в светлую рубашку с полосками, темные джинсы и ботинки. В момент преступления на мужчине были солнцезащитные очки, в руках полиэтиленовый пакет с полосками и надписями. Движение трамваев по улице Ташкентская будет восстановлено 1 сентября. Сейчас на пересечении Ташкентской и Московского шоссе ведется замена коммуникаций. Также перекрыт участок от интермебели до улицы Алма-Атинская. Здесь начались работы по реконструкции проезжей части. Продолжает действовать специальная схема объезда для автомобилей и общественного транспорта. Аномальную жару в Самаре прогнозируют синоптики. До 6 августа в некоторых местах региона температура будет выше среднесуточной нормы на 7 градусов. Столбик термометра превысит 30 градусов. Возможны кратковременные грозы. Управление МЧС предупреждает, в жаркую погоду значительно возрастает риск пожаров лесных и бытовых. А также растет число ДТП. Водителей просят быть особенно внимательными. Кроме того, рекомендует соблюдать некоторые правила людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилым. Фабрику-кухню отреставрируют в декабрю 2017 года. В конце августа будет выбран подрядчик, который будет проводить восстановительные работы. На это в областном бюджете запланировано 780 миллионов рублей в этом и следующем году. Кроме того, 180 миллионов рублей направят из федеральной казны. В здании фабрики кухни усилят фундамент и стены, обновят кровлю, сделают дренаж и гидроизоляцию в подвале, обновят штукатурку и установят лифты. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках новостей. Обманутых дольщиков в Самаре становится все меньше. Сегодня недострой на улице Антона Вовсеенко осмотрел глава Самара Олег Фурсов. Осень встретят под новой крышей. В пострадавшем от пожара доме на улице Масленникова начался ремонт. По просьбе дачников дорогу от Красноглинского шоссе к садовым участкам отсыпали гравием. Наш следующий выпуск в 17 часов. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok